Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы регионов. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Услуги санаторно-курортной сферы приводят к мировым стандартам. В Анапе проходит аттестация гостиниц с присвоением звезд. Убрать за 8 секунд. Работники предприятия «Коммунальщик» осваивают современные технологии наведения чистоты в городе. Лучший психолог Анапы представит город на краевом профессиональном конкурсе. Чего хотят женщины? Идеальное дополнение к подаркам на 8 марта. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Предприятия санаторно-курортного комплекса проходят аттестацию. Специалисты квалификационной комиссии проверяют соответствие гостиниц международным нормам и присваивают категории и звезды. Алина Гумерова побывала на процессе проверки и аттестации. О том, как получить заветные звезды, расскажем прямо сейчас. Впервые получать звездные категории в российских отелях стали в 1994 году. Сегодня действует новая система классификации гостиниц по западным стандартам. Сейчас Анапа занимает второе место по классифицированию объектов размещения среди муниципальных образований Кубани. На первом месте – Олимпийский Сочи. Номчане активно руководители средств размещения проводят классифицирование своих объектов. Это говорит о том, что наши руководители понимают свою миссию, они хотят максимально обеспечить комфорт и качество предоставляемых услуг и понимают свою ответственность. В условиях конкуренции многие гостиничные комплексы проходят классификацию для повышения своего рейтинга. Для любого туриста лишняя звезда – дополнительный стимул остановиться именно в этом отеле. Звезды предприятия – важный источник информации для потребителя. Когда гостиница классифицирована и имеет официально присвоенные звезды, то и уровень сервиса в ней соответствующий. Такой оценке доверяют туристы. В Анапе есть гостиницы, которые не проходят процедуру классификации и сами присваивают звезды. Например, гостиница «Ной» оценила себя на три звезды. Звезды пока не убрали, но прикрыли. Классифицировано может быть любое средство размещения с пятью номерами и более, независимо от формы собственности объекта. Право на оценку имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, конечно, если соблюдены требования системы к одной из категорий звезд. Руководителю нужно обратиться в аккредитованную Министерством курортов и туризма Краснодарского края организацию, проводящую процедуру классификации. У нас их в крае несколько, в том числе организация «Курорт-экспертиза», которая активно работает у нас в Анапе по процедуре классифицирования. Действующая сегодня система классификации гостиниц и других средств размещения – важный шаг для улучшения качества обслуживания в российских гостиницах. Кому необходима помощь в начале процедуры классификации, могут обращаться в Управление по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации города и получить консультацию. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Максим Логоша, Анапа-регион. Перевооружение и переоснащение – девиз предприятия «Коммунальщик» накануне летнего сезона. Ставка не на количество, на качество работы. За счет увеличения КПД уборочных машин. Компания по обслуживанию жилого сектора в городе и на селе намерена победить проблему переполненных мусорных площадок. Это только на первый взгляд кажется, что иностранная уборочная машина уступает по объему отечественным аналогам. На самом деле, благодаря мощному прессу, этот коммунальный агрегат может за один рейс опустошить не один десяток мусорных контейнеров, ничуть не уступая КАМАЗу. Самое главное преимущество – время обработки одного контейнера. За 8 секунд умная техника опрокидывает, уплотняет содержимое контейнера и возвращает его на место. Акционерами коммунальщиков приобретена машина, приобретены евроконтейнера за счет инвестиций акционеров. На предприятии коммунальщиков обособлено предприятие по вывозу мусора, участок отдельный. Весь мусор теперь предприятие коммунальщиков, которое обслуживает дома, будет вывозить сами своим автомобилем. Почему это сделано? Для того, чтобы упорядить вывоз мусора, чтобы не было проблем по скоплению мусора, и он вовремя вывозился. Раньше для вывоза мусора коммунальщик привлекал специализированные предприятия, которые с задачей не всегда справлялись. И поскольку впереди курортный сезон, объемы вывозимых отходов резко увеличатся. Быстро и своевременно убирать и вывозить мусор с площадок, чтобы в городе было чисто. Такую задачу поставили власти Анапы перед всеми коммунальными службами города. Если же мы увидим, что идет переполнение на сегодняшний день, мы будем дополнительно устанавливать евроконтейнера, для того, чтобы этого мусора лишнего не было. Все контейнеры оснащены крышками, чтобы мусор при ветре не разлетался. Осталось только приучить анапчан закрывать ее каждый раз. Вадим Родин, Анапа-регион. И к другим темам. Накануне 8 марта в школе номер 6 организовали праздник «Поклон вам, матери России». Представители территориального органа самоуправления номер 25 и депутаты микрорайона пригласили на праздник вдов и матерей, героически погибших в боевых действиях анапчан. За накрытыми столами собрались женщины, которые потеряли своих мужей в Великой Отечественной войне. У кого-то погибли дети в Афганистане и Чечне. Тосовцы микрорайона пригласили 40 анапчанок. Приглашают обычно женщины. Вот мы решили, что вдовы, которые воспитали детей, по 4-5 человек сами без мужей. Мы сами, кто работаем и живем в этих домах, мы собираем сведения. И, конечно, очень больно, когда приходишь, когда время год-два прошло, приходишь, или мужа нет, или сына похоронили, или внук не вернулся. В качестве подарка для женщин приготовили культурную программу. Творческие коллективы «Анапы» выступили с танцевальными и вокальными номерами. Помощь в организации праздника оказали депутаты округа Елена Некрасова и Александр Журавель. Поклон вам, Матерь России. Поклон вам за вашу любовь, за ваше терпение, за вашу выдержку, за вашу силу и за ваше мужество. Сильные женщины. Они воспитали детей и внуков без мужчин и не отчаиваются. Продолжают радоваться жизни и улыбаться. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. В Анапе прошел муниципальный этап конкурса «Педагог-психолог-2014». В финале профессиональное мастерство представили пять финалисток, пять лучших педагогов-психологов Анапы по результатам заочного тура. А победителем стала Татьяна Круглова, педагог-психолог коррекционной школы номер 27. Расслабляющий бассейн, уютный шатер, где можно спрятаться и справиться с эмоциями или загадать желание, глядя на звездопад. Песочная терапия, знакомство с миром на кончиках пальцев. Не кабинет психолога, волшебная сказка. И каждый ребенок здесь автор своей истории. Раскрыть возможности, дать свободу быть собой, развивать интеллектуальные и творческие способности помогает педагог-психолог Татьяна Круглова. Работает со сложной категорией детей с нарушениями психического здоровья. Все дети здесь имеют свой определенный диагноз, скажем так, с каким-то ограничением здоровья. У всех разные. У всех разные. Есть дети с аутистическим спектром, есть легкая умственная отсталость. Но не это главное, не диагнозы главные. Главное детская душа и помогать им адаптироваться в нашей жизни. Потому что дети живут сердцем, живут чувствами, а мы, взрослые, не всегда понимаем, что им нужно. На каждое занятие план. Но строго придерживаться сценария не получается. Дети сами перекраивают сюжеты историй, импровизируют и выбирают упражнения, которые помогают справиться со стрессом, успокоиться или наоборот настроиться на работу и проявить качество лидера. Для мальчиков и девочек каждое занятие с психологом – увлекательная игра. Когда я ухожу из кабинета, я хочу еще раз с ней поиграть. Она нам дает красками рисовать, на песке играть. Ну, иногда в компьютере смотреть. Учит рисовать красиво. И учит, как рисовать в столе песком. Она очень красивая, ласковая, добрая. Она все зарисает, купаться в бассейне. Можно ложиться и массаж делать. Это одно из самых любимых занятий Ивана. Принцип работы педагога-психолога – не ограничивать детей рамками. Хотят выразить чувства и эмоции – рисуют на песке. Или примеряют новые роли в кукольном театре. Представив свой стиль работы с детьми, Татьяна Круглова победила в городском конкурсе. Муниципальный этап организовали специалисты Центра психологического консультирования и управления образованием. Было интересно обмен опытом с коллегами. Очень много сильных педагогов-психологов. Всегда рада общаться с ними, набираться опыта, учиться. Я люблю поучиться. И было все просто замечательно. Провели конкурс. Мне понравилось, и победа была моя неожиданная. Татьяна представит свои наработки в Краснодаре на краевом этапе конкурса. Лучший психолог Анапы докажет – среди лучших специалистов в крае она занимает достойное место. Наталья Пухальская, Максим Лагоша, Анапа-регион. Чего хотят женщины? Подарки могут быть разные. Лучшее дополнение к подаркам – цветы. Подарив букет, можно признаться в нежных чувствах, пожелать здоровья или материального благополучия. О чем говорят цветы в букете? Тонкости науки флюорографики изучила наша съемочная группа. Розовые цветы – намек на симпатию и начало отношений. Выразить благодарность можно, подарив розы ярко-розового или вишневого цвета. Желтый цвет – символ дружбы и признания, восхищения и уважения. Идеальный выбор для знакомых. Безупречная чистота и нежность в букете белых роз. Красные розы всегда были и будут верным символом любви. Белые и красные розы в одном букете символизируют гармоничную любовь и единство. Это как предложение руки и сердца. Напрямую о серьезных намерениях заявит белокрыльник – самый свадебный цветок. Символ нежности и интимности. Орхидея ее дарят только самым близким и любимым людям. Пастельных цветов или ярких герберы несут радость и положительную энергию. Своим внешним видом цветок говорит о счастье. Желаете счастья? Дарите герберы. Доброту подчеркивают лилии. Белые. С помощью желтых лилий или тигровых можно пожелать процветания и материального благополучия. Фрезии в букете говорят о доверии. Комнатные цветы – практичный вариант. Цветок в горшке будет долго радовать хозяйку. Не забудьте только обменять цветок на монетку. Хорошая примета. В цветочном магазине всегда подскажут, как правильно оформить и подарить букет. И какие еще есть услуги. Мы оформляем залы на различные торжества, свадьбы, юбилеи, различные мероприятия с живыми цветами, искусственными тканью, также шарами. Выбранный букет доставят по адресу в назначенное время. Самые весенние цветы, конечно же, мимозы, нарциссы и тюльпаны. С давних времен – символ большого счастья. Солнечные, нарядные и весьма кстати на 8 марта. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа. Регион. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 7 марта в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 8-11, ночью плюс 7 градусов по Цельсию. Ветер переменный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 9 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48 300 и 48 333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова